Новое – это хорошо переделанное старое. Так считает Наталья Яромич и её сын Максим. Вторую жизнь получил подарочный пакет. Вырезали, клеили, творили, словом, работали над своим экспонатом несколько дней. Подключилась вся семья. Необходимо приучать детей бережно относиться к материалам, которые нас окружают, тем более которые не поддаются переработке, для того, чтобы как-то внести в наш мир что-то лучшее и научить смотреть своих детей не только, как правильно, просто использовать материал по необходимости, а также применить в других каких-то направлениях. Сам конкурс и выставка словно экологический помощник, который рассказывает брещанам о грамотной переработке мусора. Экспозиция состоит из 147 работ. В этом году конкурс объединил детей из 37 учебных заведений. Это рекордное количество участников, но организаторы говорят, что всегда есть куда расти. Ведь задача стоит серьезная – сделать переработку отходов максимально грамотной и показать, что и у одноразовых вещей может быть вторая жизнь. Привлечь внимание ребят к экологическим проблемам Беларуси, к загрязнению нашей планеты, ну и также развитие творчества. Здесь мы как бы преследуем цели такого интегрированного воспитания, воспитания творчества и экологического образования. Представить, сколько жестяных банок, пластиковых бутылок, стекла, бумажных стаканов и макулатуры было использовано в рамках конкурса, пожалуй, невозможно. Кажется, именно искусство проникает значительно глубже, чем любые призывы к действиям. Каждый участник выставки точно осознал – мы загрязняем окружающую среду, и пора что-то менять, пока не поздно. К слову, конкурс, который точно заставит изменить свой взгляд на многие вещи, проходит с 10 февраля, а 29-го состоится подведение итогов и награждение победителей.